На постаменте учительница. В одной руке она держит книгу, другой указывает на доску. Прототипом стала учительница русского языка и литературы Людмила Федоровна Бондарева. Больше полувека женщина преподавала эти дисциплины не только в родном Алтайском крае и городе Рубцовске, а также в Москве и Курской области. Похоронена она здесь же, рядом с монументом. На изготовление памятника у Сергея Астраханцева ушло около двух месяцев. Статуя в рост почти метр восемьдесят, однако скульптору далась достаточно легко. Одно из самых простых, конечно, это блузка. Это вот все декоративное, тоже все не так сложно. Ну, во-первых, я вот с этой рукой, ну и лицо, конечно. Ну, больше всего возился вот с этой. Памятник в лице Людмилы Федоровны посвятили всем учителям. На изготовление мемориала у близких родственников ушло около двух лет. Рядом со статуей учителя находится символ школы. Парта с двумя стульями. Территорию захоронения огораживать не стали, чтобы все, кто хочет почтить память, могли это сделать беспрепятственно. Ведь у каждого из нас наверняка был такой учитель. Естественно, главное, ну, у меня же тоже была учительница. И, кстати, я такая, так всю жизнь помню. Ну, хотелось показать вот учительницу и вот это вот движение, все, что вот она объясняет. Это, в общем-то, занимает главное. Кстати, здесь же, буквально в нескольких метрах от памятника, находятся четыре неизвестных могилы. Их тоже привели в порядок и облагородили. На месте захоронения поставили новые кресты. Если родственники тех, кто здесь покоится, найдутся, им останется восстановить лишь надгробные таблички. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.